Сегодня суток всем, дорогие друзья, с вами вновь я, да, он же Роман Лепехин, он же Каспер. В общем, продолжаем мы смотреть сегодняшний игровой день, очередной игровой день Star Series, европейской Star Series, подчеркиваю. Остальные у нас уже все поотбирались, осталось досмотреть немного Европы. И один из самых важных матчей, вообще концовки, наверное, сезона, да и явно самый важный матч сегодняшнего дня, это Cloud9 против Relax. Ну и почему он важный, я думаю, мы сейчас увидим из турнирной таблицы. Да, важно он потому, что у Cloud9 это последняя игра сезона, и сейчас либо 10.5, либо 11.4. Если 11.4, то у них все хорошо, и они вместе с Роксами, вместе с Имперцами, и скорее всего с Нави, хотя еще не факт, поедут, допустим, на Ланы. Да, если же не получится у Нави без поражений завершить этот сезон, хотя у них там соперники не самые сильные, будем прямо говорить. Больше они, если не будут проигрывать, то да, все будет так, как я и говорил. Если же Нави заработает либо 4 поражения, либо 5, то там будут у нас огромные-огромные качели-карусели. К ним мы переключимся, наверное, попозже. Ну и давайте конкретно по командам. Вот они, релаксы, вот они, узбогаительные релаксы. Йоку, Шачло, Тимай Уайлд, кто там у нас еще? Дред, естественно, да, и Винд Икс. Крейзи сейчас нету, вместо него играет Триф в стенд-ин. Остальные вроде бы на месте. Вообще была какая-то инфа, что вроде бы игры сегодня быть не должно. Ее просили перенести, но переносить ее некуда, просто некуда. И Клаудайны не хотели переносить, и вообще ее переносить не слишком вариант, потому что она и так была перенесена до этого. Так что игра состоялась, ну, она стартанула, по крайней мере, состоялась еще и неизвестно. И вот они Клауд Найны, Пайлайт Дай, Энви, Синг Синг, Ауэй 2000 и Боны Севен. Вот они их любимые герои. Луна, вот мы видим, 6 игр, все у них у Кайна. И стата у них вообще по турниру неплохая, ну, мы ее так, в принципе, видели, да, 10-4. Но суть не в этом. Суть в том, что они вообще страх потеряли и Луну забрали на ФП. Вот что самое любопытное. Ладно, и сейчас мы посмотрим, что у нас там на ФП, что не на ФП. Поехали уже наблюдать. Вот они, собственно говоря, наоборот, команды. Да, вот они Клауд Найны, вот они Релаксы. И Клауд Найн, как я и говорил, без печали забрали Луну ферст пиком. Против них сразу же залетел Бэтрайдер Никс Ассасин, там дальше Чен. И дальше у нас пятый, точнее, четвертый пакабан от команды Релакс. Да, и статистика по Луне у нас на турнире. Очень высокий винрейт, ну, нереально высокий винрейт. Учитывая то, что там практически 20 матчей было сыграно, такой процент побед это реально дохрена. Хотя практически все время это были именно ребята из Клауд Найн. Они там на Луне постоянно катают и порой удивляют. Приятно, порой не очень. Да, ну давайте по банам еще, наверное, пройдемся. Видим, что в бане у нас в Рейс Кинг от Клауд Найн. Не знаю, насколько Пайлайдай подготовился, но в Рейс Кинг, насколько я помню, его чаще в Виртуз Про любили брать. Хотя, возможно, и Релаксы не брезговали. Не в курсе я по этому поводу. Да, ну вот он Чен, кстати, практически не отличающийся от среднестатистического. И Бутрайдер. Бутрайдер у нас на турнире побеждает тоже немного чаще, нежели в обычной дотке. И Бутрайдера тоже брали огромнейшее количество раз у нас на турнире уже. Но посмотрим, как смогут откатать Релаксы на этом персонаже. Да, и Никс Ассасин. Ну, Никс Ассасин на такой стандартный винрейт, наверное. 54%, что-то такое. Это не слишком много, не слишком мало. Дум третьим пиком. Да, Радиент Тим Пик. Кого-то берут к Луне. Будет ли это какой-то Дазль? Дазль-Чен, кстати, неплохая комбинация. И вообще с Луной тоже, возможно, неплохо заедет. Потому что мы видели Луну, которая при наличии Дазла в своей команде собирала Мом первым артефактом. Это был как раз Энви. Ну и вот связка по трем героям команды Релакс. Видим, что дважды они брались именно таким. Ростером и один раз они выиграли. Один раз проиграли, ничего страшного. Ну и вообще общий винрейт и по парам у них весьма неплохие. В частности, Думбет Райдер 58,8%. Это много. Это реально много. Винга пока что от Райдентов. Да, и четвертый пик теперь уже от Релакс. Ну и вот сразу же статистика по героям команды Клауд Найн. Тут более длинная дистанция взята. Да, 17 матчей таким набором героев было уже отыграно. И винрейт 41%. Это мало. Но это Клауд Найн. Они могут удивлять. Да, и мы видим, что парные винрейты тоже весьма неплохие. В частности, Чен Луна. Почти 60%. Инчантрес у Релакс. Хорошо. Мне это нравится, потому что... Чем мне нравится Инчантрес больше, нежели Чен? Тем, что Инча имеет некий потенциал выхода в лейт, чего у Чена нету. И Инча в лейте, если у нее есть хотя бы парочка нормальных артефактов, способна крошить лица не хуже любого керри, мне кажется. Порой. Лишь бы ей давали время и не подпускали к ней никого. Так. Ну, вот у нас статистика турнира от Инчантрес. И Олл Тайм, и Торнамент Сад, видимо, чаще умирает, да, чаще убивает, чаще ассистирует. Больше крипов, больше ГПМ, больше ХПМ. Короче, Инча у нас на турнире круче. Бистмастер от Клауд Найн. Вот этого товарища я реально не ожидал, друзья. Вы видите, Чен с питомцами Саурой, Винга Саурой, Бистмастер Саурой и Луна Саурой. Чтобы вы понимали. Это там 200 демоджа с двумя атаками в секунду в скором будущем на левеле восьмом, седьмом. Да, вот у нас связка по этим трем товарищам Саурой. Видим, 38,5% винрейт всего. Но мне интересно еще вместо Чена Луну, например, воткнуть. Вот насколько часто именно с Луной брались Винга с Бистмастером. Посмотрим уже совсем скоро. Вот. И тут винрейт на 40%. 10 каток было сыграно, 4 взяли. Маловато, но такое. Дистанция не слишком длинная. Там винрейт порядка 50%, да, грубо говоря. Почти. Хотя 10%, если бы это была тысяча матчей, то можно было бы Интернешнл на этой связке отыграть и выиграть все подряд. Так, пак у нас ласт баном от команды Релакс. И... Клауд Найн. Последний бан. Как они считают, кто куда пойдет? Вот, мне тоже очень интересно. Минус Шадоу Демона. Это что? Это Никс Мид или Бэтрайдер Мид? Нет. То есть, либо Никс, либо Бэтрайдер, там, сложный центр, да, они-то поменяются как-то друг с другом. Инча у нас, значит, суппортирующая в лесу. Дум фармящий, вероятнее всего. Ну, а как дальше пойдет? Это уже... Не знаю, последний герой. Давайте посмотрим. От него будет зависеть, в принципе, остановка линии команды Релакс. Кого же заберет Дред? Дредуха-братуха. Десять секунд остается всего у Дреда. Дредуха-братуха. Ну, не думаю, что это должен быть рандом пик. Это Бристлбэк. Это интересно. Почему? Потому что, с одной стороны, Бристлбэк, в теории, может как-то попробовать поотбиваться от вот этой вот напасти. Но все равно это будет далеко не early level, потому что ему все равно будут бить по щам. Если он вовремя не соберет себе хотя бы в Vanguard, Бристлбэк будет куском мяса. Колючего мяса, но все равно мясо. И Патма! Да, друзья! Была бы та еще Патма из оригинального Варкрафта, у которой тоже была аура на демэдж, только на рейнджовый. Эта аура, кстати, вроде бы и в дотке была когда-то сто лет назад. Я вот не помню, была она или не была. Короче, люди, я думаю, скажут когда-нибудь. Те самые олдскульные игроки. Я уже тысячу лет не играл в первую дотку. Если говорить точно, то 4 года, наверное. Да, 4 года уже не играл. Все, забываю, забываю. Поехали! Дредд на нюксе! Дрюкс Ассасин, или как его еще назвать? Так, Шачло у нас на Батрайдере. Ой, не-не-не-не, я не хотел, чтобы вы мне показывали, как работает Напалм. Все, вроде бы пропала эта фигня. Да. Вот он, Шачло, улетает в сложную линию. Главное, чтобы он там не нафидил, как это иногда бывает у Батрайдеров. Триф, также мы наблюдаем, уходит туда же в сложную пока. Но я не знаю, это что. Это просто для того, чтобы подраться, вероятно. Хотя цеплять не к чем. Вот просто не к чем. Статистика подреда у нас даже есть. Видим, что близок к 50% его винрейт, чуть-чуть ниже 50%, но тем не менее. Да, и вот она его общая статистика. Пересел, пересел, как мы видим, на другие роли. Раньше был 108 крипов в Ласт Хит, сейчас 50. Это не Дредд стал хуже крипов бить. Это ему меньше их бить дают теперь. Так, ну и у нас тут забег, вы видите, похожий на зеркальных. Хотя, посмотрите, у Ауи тут уже три стака висит. Сопелька еще. Больновато, конечно, но не критично. Сняли соточку хп чену, и на этом как бы вся драка закончилась. В это время ребята из Клауд Найн забежали в ауражский лес и поставили вардец, блочащий спаун большой, для того, чтобы у Инчи не было крепочка большого сразу. А, возможно, кем-то своим заблочит еще и этот спаун. И остается надеяться на то, что здесь какие-нибудь кентавры появятся. Так, ну и Дредд у нас остается, походу, в сложной. Или они будут ждать кого-то? Возможно, они будут поджидать. Они знают, что тут, скорее всего, вижена сейчас нет ни у кого, и можно было поймать сейчас Ауи! Ауи, сейчас бы поймали и приняли! И вот реально могли бы убить сейчас Чена, по идее. Хотя, там еще Винга рядышком, так что, возможно, ничего не получилось. Так, у нас Импейл. Вейрап. Хорошо. Ну, можно еще и Пайл-Адай уносовать. Дредд не царапнул. Сжалился над Вингой. Недостойна она его внимания. Ну и Бристлбэк начинает стоять в сложной линии против Этерналы и Энвина на Луне. Охраняет Бристлбэка. Да, это три плавок, как мы видим, в сложной. Ой-ой-ой, как коза-то наваливает на хосте. Она такая забавная. Так, и вот Кентавр. Очень хороший крип. В свою очередь, кого у нас захватил там Чен? Чен захватил у нас Сатира. А он тоже неприятный. Моноберн, соточка Моноберна. Какой же сейчас может быть неприятный момент. Вот так вот тресь, и остается 20 маны. На Пайлайдай выходят. Дредд импейлирует. Хорошо, пробивает. Есть старт, и это Феррст Бладд. Найс, найс. Дредд тут, конечно, просто сыграл роль скрытного убийцы, и получилось у него это на пятерочку. Шачло, да, мы видим, все-таки остается у нас в миде. Так, что у нас тут сложно? Сложный у нас Йоку на Думчанском, вот с этим фри-то-плейным сетом, стоит против Буны-7. Такое они тут, два милишника, друг друга будут бить или не бить, это уже их личное дело. Тут пока что сложный, хорошее начало у ребят из команды Релакс. У Энви как тут 3-3, 2-1 у Бристл Бэка. Нормально, нормально, пойдет, я бы сказал. Да, Бристл тут нормально, крипов, кстати, наостакал. И, фурк, хорош. Луна-луна. Так вот, недооценивающе относится Энви к своим оппонентам, вот так вот добивает крипов. Плохо, доняет. Так, ну и коза, у козы, кстати, кентавра, закончится через 7 секунд, и... Это вроде все. О, у Дреда есть мои усики на заднице. Это такая прелесть. Даже 7 игр посмотрел. Я-то смотрю, что-то знакомое, знакомое. Все, Дред, буду считать это как комплимент в свой адрес. Так, Луна. Находит сейчас, кстати, Дреда. Что делала тут Луна, кто мне может сказать? У нее типа тапок, да, и 380 мувспида, так что... По сути, два этих суппорта ей не особо могут угрожать, но прохарасить ее сильно они по-прежнему могут. А, ну тут Дред, кажется, приехал. Да. Нормально. Энви тут покатил людей. Ну что ж, развели и развели, получается. И меня тоже, в частности. Не заметил и Вингу. А если я Вингу не заметил, значит эти ребята и подавно не могли Вингу здесь наблюдать. Первый левел просто у Дреда был бы хотя бы уровень 2 с Крапасими. Тогда, возможно, этого бы не произошло. Возможно, бы и Луна тогда так не быковала. Но все равно на 380 мувспида можно катить этого нюкса очень-очень долго. А Инча, по сути, без импетусов пока дэмэджа большого не вносит. Да, у нас уже почти 210 тысяч призовой фон. Да ладно, мы за сегодня уже штукарь подняли, кажись. Что-то типа того. Да, друзья, спасибо большое всем нашим зрителям, которые продолжают покупать билетики в Дота ТВ. Мы крайне к вам признательны. Команды, в первую очередь, крайне вам признательны. Потому что мне это, в принципе, фиолетово. Сколько у нас 2000 долларов или 200 тысяч долларов. А вот команды будут рады. Особенно те, которые поедут на Лан. Потому что поедут ковши на Лан команды. Уже гарантированно там получают, не помню, энную сумму денег. Там вроде бы уже 4000 долларов, что-то типа того. На сайте у CyberKMeta есть конкретное распределение по призовому. С конкретными цифрами за все места. За все 8 мест на Лане. Такс, и как дела идут у Энви. 13 на 4 у Энви. Немножко он отстал, мы видим, от общего потока. Но у него были такие обстоятельства. Он там долго бегал, зато у него есть фраг. Что тоже немаловажно. В МИД у нас возвращается Шачло. Что ему тут? Ботль? Да, Ботль прилетает. Вот этого кабана. Великого кабана. 400-й варт юбилейный. И поставит скоро кабан. С чем мы его тоже поздравляем. Так, и потом. Потом, потом, потом. Тоже бутылочка. Тапок, стики. Ну, такой стандартный показак. Хотя у нас только пятая минута идет. Так что о каких-либо супер... Заморочках, я не знаю, речи пока быть не может. Слишком рано о чем-либо говорить конкретном. В плане айтем билдов. Единственное, что интересно, будет ли Энви собирать себе БКБ при данных обстоятельствах, либо это будет, допустим, Линкин Сфера. Вот здесь Линкин Сфера в теории, ну, может пригодиться, если вдруг на него будет прыгать какой-то бэтрайдер. Да, мы это уже обсуждали. То, что даже если бэтрайдер тратит на вас форстаф, хватая вас через линку, да, в лассо, то это тоже не так плохо, как если бы он вас схватил просто в лассо и утащил на форстафе очень-очень далеко к своим тиммейтам. Потому что без форстафа бэтрайдера, конечно, намного проще зацепить, особенно если есть Винга. Винга тут тоже будет исполнять определенную роль. Роль разрыва лассо, потому что ульта Винги, как многие, наверное, знают, способна разрывать связь между бэтрайдером и его таргетом. Такой небольшой контрпик у нас получился. Так, и Луна. У Луны ничего интересного. Триф. Да, Триф у нас уже скоро будет с Вангвардом. Да, мы видим, продолжает он здесь стакать крипов. Вот этот спаун надо было заблочить вардом ребятам из Cloud9. Или они будут драться сами за этих эншитов, пытаться их заформить. Вот это тоже очень интересный вопрос. И посмотрим, будут ли так поступать. Ребята из интернационального состава. У нас тут Ауэй-2000 забегает сейчас за спину. И это было видно. Вот стоит вард, который четко видел Чена, забегающего. Я думаю, Бристол прекрасно понимает, что Чен там поставил вардец. Ну и Чена тут находят. Дредд. Вообще бровью не повел, пробежав мимо Чена. Тут должен быть стан. Нет, стана нет. Я тут как отлично расконтролил Ауэй-2000. Невероятная игра. Потрясающе все сделал. Ну тут Дрюс, мне кажется, отстромозил. Причем прилично так тормозил. Очень много времени он дал Чена для того, чтобы кто-то смог пробежать. Возможно, даже подумать немного. Но Ауэй просто красава. Отлично отыграл. Так. И смотрим на Дума. Дума, кстати, очень прикольно. Вот на таких стадиях лейнинга, особенно против соло-героя, когда он стоит, кушать какую-нибудь баньшу. Она ему дает просто бешеный буст. Замедление атаки. Ну, в смысле, замедление скорости передвижения. Просто чумачечие. Плюс, как мы видим, у Дума есть Орба Феном. Плюс у него есть Визы. То есть сам он очень-очень быстро перемещается. И очень неплохо наваливает в плане урона. Так что да, баньша бы, я думаю, пригодилось немного больше, нежели Тролль. Но кто его знает, если сейчас придут гангать, возможно, эта сеточка Йоку и пригодится. Солринг, тем временем, у Бистмастера. И Фейзы у Патмы появляются. Ави у нас, тем временем, уже отправился на базу. И он уже там начинает регениться. Так, Пайлайдайк вводит крипов на второй спаун. Не дает пока Бристлбэку получать опыта подвышкой. Но Бристл особо и не волнуется, потому что у него еще есть иншенты. Да, которых он продолжает здесь стакать. Получится ли еще один спаун? По идее, должно получиться сделать еще один спаун. Иншентов. Да, появляются драконы. Ох, тут, ну, стака 4-5 точно здесь находится. И Триф, я думаю, как только захочет, у него уже третий Квилл Спрей и маны достаточно много. Сможет пойти и неплохо так подфармить. Да, но это видно благодаря Варду, вот этому Дайр Гейзу. Еще Энли там наваливает. А тут вышку скоро спушат. Вот это очень неприятно. Так, Бистмастер на топе. Сделали не на топе, это поймали в другом месте, поймали в миде. Да, Бистмастер просто гонганул. Дума оставили одного. Ну и к Энви подходить никто не хочет. Потому что Луна, вы все прекрасно понимаете. Да, левел 8 с ультой. Очень неприятно может вваливать. Но товарищ Бристлбэк пока не особо отходит. Мы видим Триф, спинка стал. Мы накричали. Первого левела пока пассивка. Его не особо избивали. Да и фармить ему больше, более удобно будет. Именно с Квиллспреем третьего левела, нежели с пассивкой, естественно. Хотя сейчас ему парочку левелов поднять. Для того, чтобы дамаксить пассивку и отправляться фармить эншентов. Да, что ж такое-то. Давай, давай. Нет. Четвертый Квиллспрей. Все. Одного крипа только забрал из этой пачки Триф. Волнуется. Наверное. Не знаю. И битрайдер. Битрайдер до сих пор без даггера с тапком, ботлом. Конечно, съедает пачку крипов. Причем делает весьма уверенно. Видим, под матом еще крипочков подняет. Но ему, ему. Но ему, ему. Ему бы лучше улететь. И как стандартный битрайдер, да. Вот подфармить вот этих пацанов. Полетать между этими двумя спаунами. И уже после этого с даггером вылетать кого-то гангать. Видим, тут не получилось сделать дабл спаун. Но тут получилось. Все равно неплохо. И сейчас Шачло. Ну, скоро. Не сейчас. Скоро. Будет уже владельцем блинг даггера. И появляется, наконец, тот самый Ван Гвард у Бристлбэка. А, он тут уже почти зафармил. Эйншентов. Вот в чем дело. Ну, так может ты пойдешь, чтобы тебя по смитке побежали? Добили немного. И еще бы парочку зарядов Квилл Спре я сейчас выдал. Скорее всего бы. Ну, этого бы точно добил 14 хп у Громоящера. Или просто вернуться фуллом и разбить вообще там 7 лица. Тоже вариант неплохой, я слышал. У нас там на топе какое-то скопление. Повышенная концентрация игроков. Бистмастер со своим Солрингом и Фейзами. И у Дума. Как там дела? Дум уже с арабанами. Такой статовый Дум. 1300 хп. Многовато. Но все равно, если придут толпой убивать, то я думаю, без особых проблем должны будут справиться. А тут у нас Энви тем временем с Доминатором. И Урса уже подходит делать тут дебл спауны. Вот так вот. То есть тут ребята тоже времени зря не теряют. И это тоже нужно прекрасно понимать. Сентрик был воткнут для того, чтобы подблочить. Но блочить уже поздновато. Тут почти все зафармил Бристалл. Добьет, добьет. Добил. Хорош. Так. Аквила Фейзы. Боттл. Больше ничего. У Патмы не прибавилось. Стрела. Стрела. Нет. В Дреда не попадает. Кстати. Как там дела у Дреда-то идут? Дред у нас с просветкой, между прочим. Дред, видимо, шарит, что там есть та самая Патма. И что просветка пригодится в случае прожатия ультимативной способности Синг-Сингом. Ну, Синг-Синг на Патме это вообще отдельная история. Это суперстрелы, попадающие во все, что шевелится. А что не шевелится, он шевелит и тоже в него попадает. Так. Ну и вот он прибежал наконец в Бристаллбэк. Руна. Руна иллюзий. Бристалл законтролит. Да. Бристалл законтролил. И Энви это увидел. Ну, вот как-то странно фармит Бристалл этих Эншинтов. Обычно, как я видел, Бристаллбэк просто становится здесь где-то. Поворачивается лицом вот в эту сторону. И просто стоит фыркой. Ну, это если ему впадло воевать с крипами. Так-то да, можно еще побегать, что-то там поделать. Ну, руками тоже, в принципе, побить можно. Потому что дамага-то с пассивки тоже неплохо растет уже. Мы видим под 150 дэмэджа. И вот он, девятый левел для Бристаллбэка. Пошла уже третья пассивочка. Уже неплохо со спины сокращает входящий в себя урон Бристаллбэк. Фейзы появляются у Винги. Вот это интересно. Да, и не будем забывать про огромное количество аур, которые сейчас будут у Клауд Найн. Еще не дамагшенная пассивка у Eternal Envy. И аура, пока только первого левела у Винги, мы видим, что уже Винга бегает 110 дэмэджа. И Энви бегает точно так же, только у него 140. Да, вот пошла уже увеличиваться пассивочка. Ну и Бистмастер, естественно, со своей пассивкой на Атак Спид. Которую, я считаю, вообще просто какой-то супер имбой. Я не знаю, как это еще можно назвать. Думаю, нужна очень-очень сильная плотность, потому что этот милишник, который будет с горем пополам добираться до вражеских целей, будет очень быстро отъезжать. Буквально одним стандом с ним будут решаться все проблемы. Да, и подтягиваются у нас миддл. Релаксы. Видим, Дредд успевает, кстати, заимпейлить, но в него слишком много дамаги входит. Дредд умирает еще практически до того, как он успел что-либо предпринять. Хотя тут точно так же забирают Бистмастера. Ульт Чен потратил, по сути, в никуда. Беста у него спасти... ему спасти не удалось. И Энви ультит. Ульт... Хреновый. В результате драка, скажем, в пользу команды Релакс, мне кажется. Бистмастер был, как ни крути, покруче, нежели Дредд. Тем более, Дредд уже там с Арканами. Ему практически больше ничего и не нужно. А вот... Бистмастер был буквально в шаге от Даггера, который ему не дали дофармить. Так бы после этой драки он уже был весьма неплохим инициатором. На топ у нас отправляется сейчас тот самый Бистмастер дофармливать на нож. А Бэтрайдер. Есть ведь уже Даггер. У Шачло нужно лететь и ловить кого-нибудь. Какую-нибудь, например, Луну, дау, которой еще 11-го левела нету. И которую бы сейчас гонгануть было бы очень приятно. Думаю, никто тут спорить не будет. Давайте посмотрим. 15 минут у нас уже прошло. Что по графикам? По графикам мы видим. Минимальное преимущество Клауд Найн по деньгам. И также минимальное преимущество по Экспе. Релаксы идут очень ровно. Так, Дредд пока добирает сейчас опыт, добирает деньги, так, ему необходимые. Вот дальше-то что? Дальше Даггер, наверное, Никсу пригодится. Ну и опыт. Опыт очень сильно нужен. Нужны Карапаси, хорошего левела. Тут очень много, чем могут Никса зацепить. И, в принципе, застанет всех вернуть, что он был бы крайне полезен. Дум купил себе Shadow Blade. С таким раскладом Дум должен прекрасно понимать, что от него требуется сейчас экшен. Да, и он этот экшен намеревается сейчас устроить. Он отправляется у нас в Middle. Тут уже релаксы заполонили всю вражескую территорию. Да, мы видим уже в лесу, по сути, они. Во вражеском. Начинает наводить шорох. Наступил у нас день. Заходит Дум. Ну и Дум, что Дублейди пошел, пошел в атаку, что ли. Вот, видят Энви. Энви видят! Энви спалил всю эту движуху! Блин, как же неудачно это получилось сейчас. Теперь уже будут готовы к атаке. Да, тут еще Сентрик воткнули на случай, если Дредд будет подходить с фланга. Что, на Рошана попытаются зайти релаксы? Ну, возможно, стоило попытаться зайти на Рошана, учитывая то, что Луна тратила ульту. Но кулдаун уже совсем скоро пройдет, и ульта, кстати, пока только первого уровня, между прочим. Да. Это, может быть, небольшим косяком со стороны Энви, если вдруг сейчас начнется драка. Но мы видим, что тут пока обходится без кровопролития. Ну и дэмэдж терребл терребл, Энви 200 урона. Учитывая то, что у него тут... Ну, хотя на дэмэдж тут хватает всякой фигни. Вроде бы и Яши чуть добавляет, и Доминатор, и ПТшечка, и все-все-все-все-все. Ну, тут, конечно, еще не забывает третья Аура Винги. Скорость атаки просто сумасшедшая. Вы посмотрите, что они вытворяют. Что они делают с этой вышкой. Дредд подходит. Потрясающий Дредд Пейл у нас получился. Ну и дальше-то что? Дальше Дредд у нас профукал Карапаси. Забегает Энви. Хочет все-таки он вот этой вот дреддовской крови. Ну, у нас тут Синг-Синг погибает. И, возможно, погибнет сейчас Энви. Возможно, погибнет Энви. Пытается его засыпить Пайлай. Да, и тут бочка. Энви получает по своей кошачьей мохнатой той самой заднице. И отъезжает у нас еще Энви к своим тиммейтам. К Патме и к Винге. Снесли вот эту женскую бригаду сейчас с релаксы. Причем очень уверенно. Но Дредд Пейл был просто феноменальный. Дреддуха выбрал отличную позицию. Копнул всех вообще героев, которые находились под его вышкой. И, конечно, если бы он еще Карапаси не прожал сразу после этого, то Дредду вообще цены не было. А так, в результате Карапаси он вообще потратил в никуда. Потому что все были в стане. Он запаниковал, видимо. И пока все стояли в стане, Карапаси у него уже закончились. Ну да ладно. Так, что там у нас у Дредда после драки? У Дредда после драки ничего толком не прибавилось. Прибавилась у него парочка ассистов. Монта Стайл также появляется у Энви. Но мы видим, что Энви у нас играет без БКБ. Вот на этой дерзости его можно ловить. Это не первый раз, когда он играет без БКБ. Но здесь очень мощные герои, которые могут навалять без этого БКБ. Я имею в виду, конечно же, импетусы. Энчантрес и рейнджовый прокаст а-ля импейл, моноберн, допустим. И бочка. Импейл, моноберн и бочка. Луну просто сейчас убьют. Там 986 кп. Это очень мало. Ну и тут мы видим сейчас в индекс. У нас танкует Рошана. Дредд патрулирует. Патрулирует также бэтрайдер. У нас патруль наземный. Патруль воздушный у команды Релакс присутствует. И это минус Рошан. Да, я думаю, если мы сейчас посмотрим на графики, и через минутку мы на них будем глядеть, то выяснится, что Релаксы за последнее время вышли немножко вперед. Подтверждение этому поведет мы увидим совсем-совсем скоро. Надеюсь, вышку потеряли на топе Тир-2. Тир-2 на Рошана неплохо-неплохо. ПТ у нас у Бристалл Бэка и 11 уровень. Да, мы видим уже Варпасс 2-го левела. Да, и Аигис у Бристалла. Вот это тоже нельзя никак откидывать. И будут ли идти сейчас драться Релаксы? Или будут затягивать время? Хотя затягивать время против этого Энви Чумачечева на Луне я бы, наверное, не стал. Хотя, думаю, себя тут вроде неплохо чувствует. Ему бы съесть нормального крипа, а не вот эту хрень, с которой он бегает всю игру. То с Тролем, которого целевое использование я вроде как не видел. Возможно, оно и было, так что не обессудьте. Но сейчас Савок, который добавляет ему 3 брони, да, это хоть что-то. Учитывая то, что у него вообще ни черта нету. Но купил бы он себе лучше, наверное, Плейт Мэйл. И Проку было бы намного больше. И бегал с Волком, допустим. Я думаю, ему бы сказали спасибо. Какая-нибудь там, какая-нибудь Инча, допустим. Который, кстати, скоро будет огонь. Так, и Дредд забегает на вражескую территорию. Очень опасно. На Дредд помигал... Да, помигал товарищ Виндыкс. Не знаю, что он от него хотел. Но тут в Смоке забегает Клауд Найн. Так, все, я вернулся. Бунэ-7. Залетает на Дредда. Да за что ж такая ненависть? Вы к этому жуку-то! Отстаньте от Дредда. Дредд, живи. Виндыкс, просветочка. Просветочка попала, кстати, по Ауи. Ауи схватили. Если не дать Ауи ничего про Ажмак, то, в принципе, неплохо. И опять меняют Дредда на кого-то. Дредд. Дредд сделал байбэк. Потрясающе. Дредд, ну зачем ты это сделал? 500 золота. Ты же 500 золота оформил 10 минут последних. Нормально тут стоит Угрымак танкует. Да, Дредд у нас подходит подушечку. Триф вытанковывает. Нельзя, нельзя сейчас... Нельзя сейчас играть опрометчиво. Ни в коем случае. Можно очень-очень сильно встрять. У Энви уже 2400. Ну, давайте посмотрим, наверное, на Нетворце. Мы видим, что Энви обгоняет на 1000 товарища Дума. Стрела в голову Бристалл Бэку. У него хороший реген. У него еще Аегис есть. Тут также не забываем это. И Дум у нас пошел агрессивничать. Дум видит Пайлайдая. Вот такой интересный вард, который сейчас четко дает понять, если кто-то подходит из лесу. И забирает вышку в миде. Релаксы. Так, два телепорта на нижнюю линию. Там, правда, пока только иллюзии луны остались. Оригинальная луна оттуда свалила. Находится немного дальше. Ой, там дабл дэмэдж. Ну и виндыкс. Виндыксу всего 600 золота осталось до Аганима. И коза с 11 левелом уже на тот момент. И с Аганимом будет действительно на что-то способна. Блин, этот Йоку на Думе со своими бесполезными крипами... Он, походу, решил составить рейтинг по бесполезности съеденных крипов. То Савух, то Сатир с 3 хапоригена в секунду. Да, там какой-то дэмэдж вроде есть. Давай еще Урсу схавай вот сейчас. И все, чтобы просто клэп у тебя был. Здоровенный клэп. Который стоит кучу маны для Дума. Соточка маны. И бьет на целых 150 урона. Хотя там замедление. Это, в принципе, тоже неплохо. Ну, Дума, 4 400. Что, Кираса одним кликом? Или БКБ? Кираса или БКБ? Ну, от БКБ я, честно, здесь толку не вижу. Тут Бесмастер, который будет станить Йоку. И куча рейнджовых героев, которые будут его убивать. То есть, на БКБ плевать, по сути. Да, поймает себя там на парочку меньше станов. Это, в принципе, тоже неплохо. Но, как я уже говорил, и с руки его тоже смогут поубивать. Да, очертили возможное местоположение врага сейчас релаксы. Но враг с предполагаемой дислокацией свалил благополучно. Так, Винга тут, кстати, бомжеватая весьма. Ну, пока сам он бомжеватый у нас здесь Дредд. Но Дредду бы левел просто повыше. И он уже будет полезен для своей команды. Если, конечно, не будет погибать первым, не прожав Карапаси. Вот такой вот тоже любопытный момент. Дайер бомжеватый у нас здесь Дредд. Так, ну а Энви уже начинает вышить, вышить топку. Пушить, пушить вышку, да. Вышить Тауэр, хотел сказать, точнее, пушить Тауэр. Ну, я думаю, вы поняли, что хотел сказать. Дайер ботом Тауэр под атакой. Хаста. Для Клауд Найн, но пока драк нету. Пока что все очень-очень размеренно идет. Вот, 25 минут уже прошло. Смотрим на графики. А на графиках ноль по деньгам. По опыту совсем немного ведут релаксы. Видим, что по деньгам немножко вырывались вперед ребята из Клауд Найн на 3500. Но дальше дело не зашло. Кстати, Шачло тут опасно, на самом деле. Ворды разбивает, потому что Вижена-то у самого Шачло практически нет никакого. А его могла Винга банально свапнуть и на хайграунде просто расстрелять. С кем-нибудь, естественно, с кем-нибудь. Так. Хотел сказать, еще какого-то бесполезного крипа сожрал Дум. Ну, такого более-менее полезного. Стан все-таки хорошая вещица. И плюс Коза украла еще Кобальда. Кобальд действительно крайне качественный товарищ. 12% мувспида. Это неплохой буст. Стоит отметить. Так, ну и пока по вардам бегают у нас релаксы. Их прекрасно видят. Они также прекрасно видели только что своего врага, который повернул наверх, побежал. Ну, все все прекрасно понимают. Но никто пока никого найти не может. И появляется Мьолнир у Синг-Синга. Это хорошо. А на кого его вешать? Бристалбек это у команды Клауд-Найн? Нет? Нет. Вот. Релаксом бы очень пригодился Мьолнир. Стоит отметить. Центрии сразу натыкали перепуганные Клауд-Найны. Но для них это реально очень важная встреча. Очень-очень важная встреча. Если они сейчас проигрывают, то по сути это практически все для них. Сейчас будут убивать Трива. Будут убивать Трива. Дред охраняет. Не полезли. Клауд-Найн. Вижна очень много. Вот эти птицы, они просто чумачичи. Да-да-да. Трив. Сейчас еще один раз фыркнет. Будет минус птица. Есть минус птица. Окей. Заходит Дред. Дреда видят. Дред успевает закарапасировать. Хорошо. Ну, а дальше-то что? Дальше у нас стрела попала в Йоку. Врубает БКБ. Энви есть у него наконец-то БКБ. В этот раз решил не выпендриваться. Дред опять отличный импейл выдает. Ну, а дальше-то что? Дальше без Дреда. Фуловый Клауд-Найн. Драться, по сути, смысла нет практически никакого. Хоть ворды поразбивали. Но опять у нас Дред погибает. У Дреда 0.4. По сути, было 4 сражения. И все 4 сражения начинались со смерти Дреда. Тривела у Бэтрайдера. Интересно. Да, вышки, вышки, вышки. Что по вышкам? По вышкам мы видим, что преимущество в один Тауэр всего у Радиентов. Бэтрайдер полетел. Отступают, отступают Радиенты. Блин, вот то, что Энви уже купил себе БКБ, говорит хоть о чем-то. Потому что товарищ покупает обычно БКБ в самую последнюю очередь. Когда уже вообще поджимает. Вот сейчас, видимо, поджимает. И Бэтрайдер. Бэтрайдер знает, где находится Энви. Бэтрайдер может сейчас поймать луну. Ну же, ну же, ну же, будет ли он прыгать? Давай, давай, Бэтрайдеруша. Там 418 нуб спида. Если лететь, то только вот прямо, прямо, прямо. У него нет телепорта. У него просто нет телепорта. Сейчас вы просветите его. Давай, шачло, ну же. Ну, взлетай. Взлетел! Увидел Энви! Ловит луну. А куда ты его потащил-то? Хорошо, там подходит сейчас один, подходит второй. Окей. Тут еще рядышком Нюкс. БКБ уже откатилась у Энви. И все, драка на этом заканчивается. Да, Энви отправляют на базу. Блин, вот просто бы чуть-чуть пораньше. Секундой раньше бы шачло прожал Firefly. И луну бы, возможно, бы. Убили бы, естественно, бы. Короче, много бы у нас здесь. Но случилось то, что случилось. Еще пока 5-6. Все очень ровно. Графики. Графики. Видимо, начинает потихонечку по деньгам вести Cloud9. Вот просто такой стремительный рывок вверх. Говорит о том, что и дальше-то они будут, по идее, доминировать. Ну и Рошан. Рошан, которого постараются сейчас забрать релаксы. Но нет у них демодж-дилера здесь пока никакого. Только-только отправился Йоку к ним. Своим станом, кентавром. Да, уже 4 сопельки здесь. Алибардана Рошана. А если сейчас драка начнется? Или... Стрела в Йоку. Дрэд прокарапасировал. 13 секунд кулдаун пошел. Вообще 17. Ну да ладно. Это минус. Рошан. Бетрайдер пока просто отлетел. Опять забрали вышку. Размен на Рошана. Продолжают залетать здесь птицы. Птицы просто не дают никакой жизни. Куча сын трей. Куча здоровенная. Куча сын трей. Стоит. И... Что с этим делать? Никса, контряд по полной программе. Но Дрэд и без этого. Точнее и с этим. Только посмотрите вот сюда вот. Вот. Вот сюда вот. Тут только что было 4 сентри варда. Два из них только что пропало. Два вот свеженькие стоят. Причем буквально один над другом. Настолько боятся Дрэда. Хексу Бистмастера. Вот это очень опасно. Мне сразу вспоминается игра Сигма против Инсейн. Когда у Сигмы без малейшего лейта вообще. Без единого лейта. Они смогли расконтролить через Хексы. Через Алибарды. Через стан Бистмастера. В общем через много разных вещей. Расконтролили врага. И птицу сбил. Блин, этот Бэтрайдер просто такой. Не знаю, система ПВО. И вард сбил. И птицу сбил. Всех сбил. Алибарда у Бресла это ок. Это реально ок. Но нужно что-то серьезнее. Нужна, не знаю, Шива. Нужна Тараска. Вот Шива, Тараска. Это мои два следующих айтема. Которые я реквестирую для Бристалбека. Надеюсь он тоже это прекрасно понимает. Просто Кирасу бы думу не помешало приобрести. Вот он бегает со своими тремя броней. Против четырех рейнджовых героев и Бистмастера. Три брони. Йоку. Тебе повезло, что убивают Дреда постоянно первым. Потому что на тебя еще ни разу не нападали. Как только на тебя нападут. Ты сразу поймешь. Насколько ты ватная хрень. Твои 1800 хп. Это вот просто на две секунды. Бить вот этой всей бригаде. Три брони. Смешно же. Да и по Нейтворсу видим Энви вырывается потихоньку вперед. Уже 2500 ведет луна. Так и релаксы. Вот что дальше они будут делать. Им тоже очень нужны айтемы для контроля. А что у них есть для контроля? Им алибарда одна есть пока что. Да, окей. Но нужно больше. Да, дум еще есть. Не будем забывать. Хорошо. Но опять же. Нужно больше. Нужны хиксы. Нужна там, я не знаю, какая-нибудь шива, чтобы хоть как-то замедлять. Энви, куда же ты забежал? Да. Винга только что пожертвовала своей жизнью ради того, чтобы спасти Луну. Я вначале не понял еще, что произошло. Думал, что Чен отправил на базу. Но не долетел Энви. Но нет. Это была просто Винга. Но урона уже очень много у Луны. 250 дэмэджа. Вот так вот Энви слил Вингу только что. 5-7 счет. Очень-очень ровно. Видим, по деньгам разница была в 3 тысячи, стала в 2 тысячи. То есть просто по нулям. Дред в Энвизе. Хочет что ли кого-то найти? Он только разве что смерть свою может найти. Синк еще с этим Майлштромом. Нет. Точнее, Мьолниром. Мьолнир сейчас на Луну будет, в принципе, неплохо залетать. По идее, должен неплохо залетать. Тоже с этими БКБшками. Что, Смоук? Обычно неспроста так собираются 5 героев. И 3 Савуха. Пошли, пошли. Мне так забавно гривы трясутся. Вот Савухи тоже в драке немного непонятно, насколько они полезны. Не, ну 3 с тремя Торнадо. Правда, пока там раскрутишь, пока подведешь. Если бы это сразу были какие-то инстантовые суперточные Торнадо, то без проблем. Да, очень много разведки. Нереальное количество разведки сейчас у Cloud9. Птицы летают, крипы ходят разные там задоминированные, захваченные ченами и прочая живность. Очень сложно здесь незамеченными подойти. Ну, в принципе, всегда есть Смоук. Это понятно. Не особо хотят пока релаксы сами атаковать. Очень-очень мало айтемов просто у того же Никса Ассасина. Вот сейчас появится Дайгер через секунду. И тогда Дредд сможет хоть как-то воевать. Скади у Луны. Просто Ай оф Скади. 230 урона и Ай оф Скади. Очень много статов. 2200 хп. Хотя артефакт реально весьма ситуативный. Крайне ситуативный, я бы сказал. Дум БКБ есть, Шива есть. Хорошо. Брони немного себе поднял. 53% сокращения дамаги. Это нормально, но немного. Это просто нормально. Птица. Птица увидит всех. Вот хотят ее как-то сбить, но Дредд бы свою вендетту не тратить на эту птицу. Все все прекрасно понимают, что она здесь висит. Да, задвигалась здесь птица и улетела такая намазанная напаун. Смотрите, с нее просто течет. Вот улетает. Улетает ястреб. Так, давайте посмотрим вообще, какие шансы на победу у одного-другого коллектива. У Cloud9 есть хорошие сплы с хорошим контролем. Да, хексы и я имею в виду много станов. Стан Бисмастера, стан Винги, стан Патмы, естественно. Что есть у команды Релакс? Но тут есть Чен, который весьма ситуативен, подчеркиваю. Чен, он, как я говорил, в лейте не слишком тащит, в отличие от Козы. И Коза в лейте, наоборот, становится очень сильной. Хотя у нее сейчас 1300 хп, но дайте ей, не знаю, 5 секунд драки. Если она будет с каким-нибудь момом, она просто не ощутит никого. Тут у нас что? Тут есть БКБ. Хорошо. Нужно ли БКБ сейчас Бристлбеку? Наверное, нет. Вот БКБ у дома, БКБ у Бэтрайдера. По сути, это практически все, что надо. Нюксу вовремя прожать Карапаси. И Бристлбеку не умереть сходу. Он сейчас собирается БКРАСС, насколько я понимаю. Это тоже правильно. Тоже нужно сокращать входящий в себя урон физически, так как, не буду повторяться, или буду повторяться уже в сотый раз, огромное количество рейнджевиков, которые не простят, если ты вдруг где-то задержишься. И кайтить. Вот это Скади, оно поможет кайтить всяких Бристлбеков, всяких думов, прочую живность. У нас поймали Дредда. И пошла ульта. Да, Дредда только что Мирана обозвала жалким. Надеюсь, Дредд не обиделся. Встрял, встрял там Никс, 11-го левела он уже... Опять вот, вард-центрик, вард-центрик. Моментально только видят где-то врага, ну, я имею в виду Дредда, сразу же втыкают в центре варды. Много усилий тратит Клоудэннинг для того, чтобы убивать Никсая, но оно, возможно, и правильно. Возможно, именно поэтому. У Дредда сейчас есть только Даггер и... Все. Ну, яркий адбутся, естественно. И такой маленький левел. Так, тут Смоук видели, или что тут? Да, тут был Смоук. Смоук этот спалили. Улетают, убегают совухи. Тут Пайлайдай поджидает сейчас врага. Прыгает Бэтрайдер. Должен бы, наверное, он прожать БКБ, но он этого не делает. И, походу, правильно делает, что не прожимает. Есть минус Пайлайдай. Заходит Дум. Дума очень быстро сдувает. Ну, а Дум, какого ты? БКБ не прожал! Дум забегал в толпу врагов, не нажав БКБ. БКБ. Или Дант, или это. Вот просто один вопрос напрашивается. Шачло в таверну. Дум в таверне. Ну, Коза, понятно. Коза там успела носовать в той же Винге, допустим, и с Козой там так же быстро пообщались. Появляется Манта Стайл еще и у Патмы. Ну, Дум реально забегал в драку. Со стороны врага. То есть он заходил не со стороны команды Релакс, а со стороны команды Клауд Найт. При этом БКБ не прожал. Так оно у него 10-секундное есть. А он еще и байбэк сделал? Не, ну, в принципе, понятно. Там бы Клауд Найт, скорее всего, заходили на хайграунд. Так что байбэк тут не самое плохое, что могло бы случиться. Да и они уже были практически под базой команды Релакс. Остается еще одна маленькая надежда. Вот она стоит. С сыром. Которого сейчас эту надежду очень хорошо созерцает Клауд Найны. Где там этот Бристлбэк? Вот он подходит. Должен был уже начать фыркать. Да, видим. Рейдж как раз чуть-чуть не достает до птицы, а птица как раз все очень четко видит. Подходит Бистмастер, Луна, есть ульта. Луна еще нет ульты, 42 секунды не будет. Это очень хорошо. Дредд копает, копает только две иллюзии. Залетает Бэтрайдер, Бэтрайдер просто залетел, отвлек на себя внимание. Тут просто Луна стоит и воюет с тремя ребятами из Релакс. Ну, тут ГГ. Без ульты, без ничего кинули Дум на Луну, у которой нет ульта. И на этом игра закончилась, по сути. Вместо того, чтобы задумать куда более полезных персонажей, не знаю, там, Чена, Вингу, Бистмастера, да кого угодно. Ну, Бистмастер, он, в принципе, уже тоже дал все, что он мог дать. Так что тут, наверное, Чен был самой такой уязвимой целью, чтобы не жмакал всякую хрень. Ну, просто на Луну кидать Дум, учитывая то, что у него ульты не было, это такое себе. Ну, и у Дума нету байбека, появляется Баттерфляй, Манки Кинг Бара нет и не будет в ближайшем будущем у ребят из команды Релакс. Да, и интересно, Бристлбэк вообще Алибарду кидал или не кидал, потому что кулдаун-то уже прошел, скорее всего. Тут, по сути, один герой, который бьет, и... Хотя нет, я соврал. Вот, что произошло только что с Дредом. Дред прыгнул, он только руками замахнуться успел и сразу же отъехал. Он даже Карапаси не поражал. Ну, это terrible, terrible damage. Вот то, о чём я и говорил. Посмотрите, просто Харвестер залетает сюда, Луна... Ааа, Форстаф. Окей. Кто, кстати, там под Форстафе вот так? А, Батрайдер. Да, Луна заходит ещё и сюда. Сносит мид. Забегает Бристлбэк. Хорошо. Алибарду на Синг-Синга Бристлбэк кинул. Окей, то есть Луна с 300 дэмэджа, с 350 и со сплэшом не смущает Бристлбэка. А вот Патма с просто 300 дэмэджа без сплэша. Это намного серьёзнее проблема, как он думает. Ну и ГГВП. Не справились. Релаксы с Клауд Найной. И у нас впереди очень интересные вещи. Наблюдаются. Альянс, я думаю, сейчас сидят. И охреневают. Потому что если всё будет развиваться по сценарию Нави... Ой, там кто-то утонул. Там Дредд утонул внизу или кто? Или Дум? Я не знаю. В яму просто скинули их. Какие-то ненужные вещи. Так вот, если Нави дальше просто побеждают всех, а это в интересах Нави уже побеждать всех, чтобы у них не было 4 поражения, то... Клауд Найн будут у нас на финалах. Возможно. Подчёркиваю, возможно. Да, очень интересная получилась игра. Видели мы, что Релаксы бодались до последнего. Хотя последняя наступила минуте на 35-й где-то ориентировочно. Потому что последние 6 минут было понятно. Когда вот на этом Рошане без вообще единого каста, да, мощного... Хотя бы как без единого каста? Без ульта Луны, на которой, возможно, я слишком много возлагаю, драка была выиграна. Ну, как по мне, неправильный приоритет целей. Вот и всё. Бристол кидает Лебарду на Синг-Синга. Дум кидается на Луну на саму. Короче, как-то всё косо-криво обыжило. Ладно, смотрим статистику. Смотрим статистику по этому матчу. Вот они. Клауд Найн. 15 киллов. 9 смертей. Ну, естественно, обратная статистика у Релаксов. Ласт Хиты чуть больше переформили. Клауд Найн. Ну, и ГПМ, ХПМ. Выразительно отличаются. И вот она статистика по киллам. Этернал Энви. Первое место. 10 фрагов. И столько же примерно сделали ребята из команды Релакс втроём. Виндыкс, Йоку и Триф. На троих оформили 9 фрагов. И вот он, 21 косарь урона от Этернал Энви. 21 тысяча Луна выдала. Очень качественно. Хотя мы видели Зевсулю с 20 тысячами. Только за чуть меньше промежуток времени. Да, да. Неплохо тут сыграл Энви. Неплохо вообще сыграл Синг-Синг. Возможно, его слишком боялись. Этого Синг-Синга. И вот она турнирная таблица. Какой приобрела вид. Клауд Найн, Альянс, Рокскиз и Эмпайр. У Рокскиз и Эмпайр еще одна игра впереди. Вроде бы они и должны играть друг против друга. Так что, ну, имперцы, в принципе, уже могут себя ни в чем не отказывать. И они уже гарантированно, да, у нас. Роксы не знаю. Роксы не знаю. И пока еще непонятно все с Нави. Фнатики тоже выбыли из этой борьбы. Пока что на 99,9%. В общем, блин, остается буквально пару матчей, которые решат вообще абсолютно все. Ну, в частности, матчи команды Нави. Но у Нави там соперник, я уже говорил, не самый сильный. Ладно, друзья, мы с вами уходим на небольшую рекламно-музыкальную паузу, после которой встретимся на последнем матче, кажется, сегодняшнего дня. Zero Try против... Кого там они будут играть? Я уже не помню. Вроде бы Aware или... Ахеды, точно, Ахеды. Zero Try против Ахед совсем скоро. Далеко не разбегайтесь. Редактор субтитров А.Семкин